Всем моим подписчикам большой привет! Сейчас я вам расскажу о технологии сушки так называемых сорбентов. Я занимаюсь теплотехникой, холодильной техникой, и возникает проблема просушить циолиты, силикагели, которые уже отработали, то есть они насытились влагой. В частности, я разработал технологию, и она описана в литературе, которая позволяет сушить вот этот циолит, вот у меня циолит в гранулах, это марки Натрий-Х циолит, синтетический циолит, с помощью микроволновой печи. Это намного быстрее и удобнее, чем в духовых шкафах при большой температуре. Технология такая, следующая. Отработанный циолит, влажный, увлажненный, я высыпаю в силиконовую форму. Силиконовая форма сейчас есть разных конфигураций в продаже. Это удобная штука, вот она силиконовая форма, и которая не плавится при сушке. Циолит высыпается ровным слоем в силиконовую форму и помещается в микроволновую печь. Микроволновая печь может быть любая, стандартная, но у меня вот большая микроволновая печь, на поворотный круг. На поворотный круг, и мощность микроволновки ставят от 70 до 100%. Я сушу на 100%, то есть я устанавливаю ее мощность 100%, и время сушки. Время сушки делится на три периода, по три минуты. Вот я ставлю три минуты, время три минуты, и начинаю сушку. В этот момент вращается поддон, и идет сушка по всему объему циолита. Сейчас я покажу вам, что получается. Вот прошло три минуты, мы открываем печь. Видите, оттуда идет пар. То есть пар выделяется из самого циолита. Дверца печи тоже покрывается конденсатом пара. Немножечко внутренняя поверхность тоже покрывается. Мы вытираем конденсат, вытираем конденсат. Часть его, конечно, испаряется в момент сушки за счет вентиляции. И ставим второй период сушки, то есть с небольшим перерывом. Точно так же ставим 100%. 100%. И время тоже три минуты. Три минуты. Три минуты, включаем старт. Таких циклов нужно сделать не менее четырех. Критерием будет являться то, что после последнего цикла у вас не будет выделяться пара из циолита. То есть на весь период высушивания у нас затрачивается всего 12-15 минут. Иногда сам циолит может разогреваться до красного цвета, красного свечения. Но он внутри разогревается. И сама форма не прожигается у нас. Эта форма уже много раз использована. Для того, чтобы была равномерная просушка, можно иногда его ворошить. То есть его чуть-чуть можно будет ворошить. И таким образом за четыре цикла, то есть за 12-15 минут, мы можем полностью просушить его до исходной величины. И использовать его по-новой как поглотитель влаги. Вот такой простой способ. Это уже применяется мной в течение нескольких лет. Вакуум ни к чему. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал.